всем привет мои хорошие сегодня я к вам с обзором сегодня у нас на обзоре вот такая красавица это кофейная она же татарская роза такая слоистая цвет кофейный переходящий темный от светло-кофейного до такого капучино с розовинкой она слоистая от небольшого куска легко разламывается она в разломе красавица глина плотная прям видно что но очень-очень слоистая это глина была заказана у юли сайратом глины rb скоро она будет в продаже мой любимый сорт давайте похрустим я ее опишу очень классно от небольших кусков она очень комфортно от большого куска уже с усилием откусывается при зачистке когда ее зачищаешь она вот такая становится гладенько посмотрите на этот рисунок красотень но цвет у неё я еще раз повторюсь кофейный переходящий такой прям насыщенно темный кофе с розовинкой какой красивый кусочек сейчас мы его исхустим так что я добавляю Сорт абсолютно чистый, ни намека на скрипт нет. При укусе разлетается на множество пластинок, именно пластинок, которые глухо хрустят и растворяются в такой очень густой комочек, такую мягкую рисочку, обволакивает и залипает. Я, когда ее получила, когда она просохла, я ее попробовала. Вы знаете, это та татарская роза, которая была года 2-3 назад. У меня есть обзоры на канале, там в самом начале, когда я начинала снимать, теперь раз ее попробовала. Вот именно кофейная, это один в один татарская роза, та, которую первый раз пробовала, с очень ярким вкусом, слоистая, чистая и ни с чем ее не перепутаешь. Я люблю ее долго жевать. Если ее брать по небольшому кусочку, то залипать сильно она не будет. Вкус у этого сорта очень-очень яркий. Сразу ассоциация. Это грибная поляна в лесу, в таком густом лесу, после хорошего-хорошего ливня. Здесь вкусы мокрой земли, слегка грибной вкус. Вот именно мокрой земли с листвой вперемешку. Вкус мокрой коры. Местами она может быть с легкой, очень легкой терпкостью. Угольных краплений я не встречала в этом сорте, ничего сказать не могу. Под татарской розой сейчас продают и лесную белую, и мукой, и все что угодно. Но она мне пришла как тройка, и при дегустации выяснилось, что это не тройка, а моя любимица. Она жирная, она сливочная. Вот есть определенная такая сливочность у башкирских глинок, которую очень тяжело описать. Она не сладкая, не соленая. А вот именно с ярким таким лесным грибным вкусом и земли, прям промоченной хорошим-хорошим ливнем лесной земли, где собраны и листва, и кора, и иголочки, и все что только там есть. То есть, чтобы понять вкус этого сорта, это действительно надо сходить в лес в ливень. Очень ее люблю. Никакого вкуса чародейки в ней нет. А там абсолютно два разных сорта, абсолютно разные вкусы у нее. У меня был такой вопрос, есть ли вкус чародейки в татарской розе нет. Очень нежная, приятная, с приятным послевкусием, с ярким вкусом. Я, конечно, очень-очень рада, что Юлия с Айратом нашли ее, назвали ее кофейная. Так что имейте в виду, кофейная, она же татарская роза, будет в ассортименте у Юлия с Айратом. Длина чистая, слоистая, плотненькая. Самое главное ее не пересушивать, чтобы она не потеряла свой яркий вкус. Но этот вкус, кто вот первый раз попробует, он ее потом ни с чем не перепутает. Нет у нее аналогов. Итак, сегодня у нас на обзоре была кофейная. Вот такая красавица. Прямо этот кусочек, жалко грызть. Уже очень он красивый. Оставлю его пока. Кофейная, она же татарская роза. Моя любимица, мой топчик. Очень классный сорт. Самое главное, чистый, вкусный и уникальный. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok